Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас старенькая новенькая реакция, я вам его раньше не представлял. Его зовут Кен Лавинь, он из Канады и он является певцом и вокальным коучем. Кстати, вот так он поет. Всем привет! Как поживаете? Это Кен Лавинь с очередной видеореакцией. Я профессиональный певец и тренер по вокалу. Сегодня я делаю реакцию на певца по имени. Я только что прочитал его имя и вроде бы произнес это правильно. Очень много людей просят меня посмотреть именно на него. Я слышал о нем и по всей видимости у него потрясающий голос и он чудесный артист. Я и сам с нетерпением жду, чтобы его послушать. Там много людей и все приветствуют его аплодисментами. Это что, его родители? Возможно, это его соперники за кулисами. Он весь в этом моменте. Это звучит очень драматично. Он очень молодо выглядит. Кто-нибудь знает, сколько ему лет? очень чувственный, легкий, тенорный тембр. Он снял один из своих наушников. Это две октавы арпеджио. Прекрасный баритон. Так, это нота си. Хотя нет. Я имел в виду, что арпеджио начинается с си минор. Мне понравилось, как он чувственно поет на протяжении всего арпеджио. Поднимаясь в изящные изогнутые модификации, вверх, до высокой ноты си. А потом он идет еще выше. И это просто невероятно. Это же, это же нереальная гибкость голоса. Извините за паузы, но так как я на испытательном сроке, они мне чертовски необходимы. Также, если говорить про сроки, то сегодня последний день, когда вы можете поучаствовать в подарке для Димаша. Ссылка будет в описании. Переходите на телеграм-канал, там вы найдете всю информацию. Продолжим. Да, дружище, я тоже в ауте. Что это было? Боже мой. Хорошо. Это был отличный пример фальцета, который, как мне показалось, переходит в свистковый тон. Я не знаю, как этот голос работает. Это невероятно. Просто невообразимо. этот парень точно знает, что нужно делать. Это очень хорошо отрепетированная... Да-да-да. Он не шутит. Вы видели лицо этого парня? Он явно не верит своим ушам. Мне понравилось вот это его движение микрофоном. Я чувствую, как все мои волосы стали дыбом. Еще и эти мурашки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мнау Маскарагой Йопперный театр. Что я только что послушал? Это вообще немыслимо. Это непостижимо. Это невероятная гибкость голоса. Дайте мне пару секунд, чтобы собраться с мыслями, чтобы понять, как он так делает со своим голосом. Во-первых, у этого певца нереальная гибкость голоса. Это какие-то уникальные голосовые способности, плюс продвинутая вокальная техника. Если бы я классифицировал его голос, то он, похоже, баритон. Вы, наверное, слышали эти низкие ноты Си, которые тенора обычно не любят петь. Даже низким голосом он звучит всегда так гладко. Я бы послушал его еще больше, хотя уже по этой песне можно сказать о его диапазоне. Также, я думаю, что он баритон, из-за его природной способности распевать по всему своему диапазону и затем переходить в фальцет. А лучший фальцет – это естественный баритон. Это из-за физиологии наших голосовых связок. Также, это его продвинутая вокальная техника, с помощью которой он может петь этим свистковым голосом. Вау! Надеюсь, он победил в этом конкурсе. В общем, он взял очень высокую планку и положил ее на самую верхнюю полку, которая стояла на вершине крана, а кран стоял на вершине небоскреба. Типа, попробуйте спеть выше. Удачи вам, ребятки. А если на чистоту? Димаш – это певец с нереальным контролем, который мастерски владеет своим голосом. Мне кажется, с таким голосом он может спеть все. И как же захватывающе за этим всем наблюдать. Всем спасибо за внимание. Я так увлекся новыми реакционерами и погнался за новыми реакциями, что забыл, что у меня есть вот такие старенькие, но добрые реакторы, музыкальные блогеры. Если вам понравился данный реакционер, то покажите свою активность, и я переведу его другие видео, которые еще не переводил. Всех люблю, всех обнял. Пока!